В последние годы стал заметен спад количества специалистов сферы IT. Причина этому – многократный выезд квалифицированных работников за границу. В связи с этим президент России подписал указ о новых преференциях, направленных на поддержку и развитие IT-сфер. Льготы должны помочь справиться с кризисом, возникшим в результате геополитической ситуации. Это повлияет не на IT-специалистов, а на IT-компании. Вот IT-компания, она может быть таким островком, скажем, льгот, назовем это так, для молодых специалистов, где, например, повторюсь, что работая в IT-сфере, можно, условно, кто хочет, если кому-то надо, получить отсрочку от армии. До этого этой преференцией обладали вузы и несколько других организаций. В указе были обещаны гранты для IT-компаний, повышение зарплат их работникам, а также нулевой налог на прибыль. Стоит ли ожидать, что новейшие разработки выйдут на более высокий уровень и поднимется количество российских IT-специалистов, учитывая также, что среди льгот есть право на отсрочку к призыву на воинскую службу до достижения 27 лет? Если это будет мотивация студента выбрать IT только потому, что это какие-то льготы, ну, как бы надо все-таки этому будущему студенту подумать, что ему еще нравится в IT, кроме того, что там какие-то льготы будут. Теперь IT-сфера становится лакомым кусочком для молодежи, но как же определиться с выбором профессии и понять, какая из них самая актуальная на данный момент? Ведь список вакансий на должность в IT-компании с каждым днем становится все больше. В этом году в плане приема мы открыли три программы на бакалавриате вместо одной. Одна программа бакалавриата, это самая первая наша основная, это обучение на кампусе. Вторая программа, это программа исключительно в онлайн формате. Полгода они будут как-то учиться синхронно, но потом это будет все больше и больше онлайн курсов наших партнеров, компаний-партнеров, которые занимаются онлайн образованием, промышленных партнеров. И тем самым студенты наши, они получают вот такой опыт онлайн обучения и онлайн практики, чтобы потом быть таким специалистом, который готов работать в командах, когда офис осредоточен. Указ уже вступил в силу и будет действовать в течение неопределенного количества времени. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. Универньюз.